всех всех приветствую давно не виделись давно не слышались вот ну как давно я сам виноват в принципе технологии виноваты немного в общем обзор то я снял обзор то был в них комиссарием то есть и бритвку я там показывал по дешевке которая ушла там на пробу ну просто человек захотел попробовать захотел побриться захотел поточить ее то есть туда-сюда да конечно вариант не айсовый но как не айсовый он рабочий но он выглядит не особо ну неважно там на него волоса строгал там на 3 сантиметра там бам все плетал красиво все здорово но флешка что-то маленько зависла я начал ее дергать туда-сюда короче говоря видео потеряно ну и ладно бывает дальше что у нас дальше 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 вопросы вопросы давайте вопрос сразу отвечаю вопросы приходят такие когда же есть дамаска буду делать бритвы что я буду делать если буду делать и дамаска в общем половина дамасской стали у меня уже изготовлена сейчас на полской шлифовальном станке болтаются там то есть плоско шлифуются первая половина вторая половина на подходе тоже будет готовым это уже на кем следующий варианты а вот из первой половины этих вот у меня там 25 там 30 штук что не посмотрел сколько мне положил неважно будут изготавливаться такие варианты у меня такие только из дамасской стали данная моделька есть с вогнутой такая клин 75 процентов есть такие же модельки вогнутые прям с вогнутую стюдом 1 3 по-моему 1 2 не помню из у 8 но из дамаска нет таких вогнутых будет вот эта моделька обязательно но с более тонким обушком миллиметров 6 и 3 6 и 5 что так вот в итоге дальше вот это всем полюбившаяся моделька будет ну кто что в ней видит кто немцы кто не знаю кого но тот рутбачу даже но это напоминает крепко напоминает шеффилд 18 века вогнутость будет тоже 1 3 1 2 не знаю там по ходу делаю по ходу определяют то что будет лучше именно для этой модельки данный момент там с той толщиной который есть и хочу еще добавить эту модельку это труд вачи срисовывал с новым труд вачи совершенно с новой бритва гравюра вот ее сделаем эти все где-то 6 8 примерно это не знаем скорее всего 5 8 будет но это все сами понимаете эти бла-бла главное что в миллиметрах там какие размеры а вот эти все доли это все слишком округленное не по нашему вот что еще что еще что сейчас делаю да вот так помилки вот шайбочки сейчас делаю вот еще за завел еще столько же накидаю дальше по плоскости шлифую потом вырезать буду по контуру вот это дамаск вот под эти вот варианты таким шаблончиком вот это буду делать ночью обзор готовых пленов будет не очень скоро я точно вам скажу но он будет куда им деваться так что все будет нормально по поводу ремней было два вопроса отвечаю на сайте есть два ремня из импортной кожи итальянская это там светло-бежевая и темно-коричневая почему ценник разный потому что кожу продали по разной цене поэтому ценник разный вот ремни собирались уже в москве по москве если быть точным но это не важно дело в том что там люди с руками люди за головой знают свое дело знают как правильно сделать аккуратно и здорово вот в чем разница был вопрос в разница в том что бежевый ремень он более толстый и за счет этого менее эластичный хотя он эластичный но он менее эластичный чем коричневый коричневый чуть потоньше кожи и он прям максимально эластичный мне кстати уж остался один ремень уже разобрали все коричневые надо будет еще закупать кожу опять все это производить но это когда уже закончится прям полностью иначе меня сейчас как бы нет охота такой чтобы просто на склад еще бам завалить там десяток другой вот ну потому что это все посредственно для меня для меня интересно бритвы мне их хочется делать а все остальное это просто допы 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 ну куда без них да поэтому рано или поздно я опять же буду производить такие варианты вот что еще что да вопрос один точно был второго не помню был не был вроде был вроде не был неважно главное вот вопрос потому как получились бритвки комиссарио бюджетный вариант который сейчас на сайте а получились они довольно таки неплохо я вам скажу если что-то мне нравится с тонким лепестком ну кому то нравится тонкие лепестки мне не очень я не люблю особо тонкий лепесток как получился на одной комиссарке там у которой может видать головка такая она какая-то не вот как такая французских такая вот вот французских а вот давайте покажу ну вот французских примеру вот такой вот носик да вот там такие все комиссарки вышли а в одной он ну вот такой вот полукруг вот у нее тонкий лепесток ну тонкий песок чем он хорош тому шушит кому-то это здорово нравится это здорово тонкий лепесток ну что еще хорошего так ну как по мне так ничего больше то есть править если вас рука уже там набита это дело там вообще никаких проблем а вот его для новичка примеру тонкий лепесток будет не очень-то удобен потому что пока он подгадывает прижим плотность прижимы как потащить как что может ее даже слегка закатать эту бритву вот при заточке тоже если для новичка это тоже не айс там надо под весом бритвы все это таскать и что все это плотно прилипало там так что тут тоже нюансы а вот остальные бритвки они с более таким толстым и полотном то есть полотно она уже уверенно устойчивое и она кстати бреет более резво вот те кажется лицки не подпись остальные понравились прямо здорово вышли вот сравнение было кто-то спросил ну как я сейчас не буду имена говорить ладно спросили мол примеру как от вышли в сравнении с какими-либо там бритвами ну вы же знаете то есть мои варианты они не сравнимы с другими вариантами да они близки к японским вариантам но даже вот эти бюджетные бритвы вот из этой вот 8 стали четырехслойный они просто аплодируют всем японским комиссори конечно ценители комиссори конечно они всегда выберут японскую потому что это как бы для них что такое необычное что-то да и это и нормально это естественно если вы берете для бритья реально для работы то я бы пример выбирал я бы обязательно выбрал именно из своих работ потому что я знаю какая комиссори я точил комиссори я брился комиссори я знаю что такое это неплохая бритвка вам скажу кстати в работе но она по техническим характеристикам конкретно уступает моим даже бюджетным вариантом но что говорить про такие технические характеристики у нее вид как будто после крупного точила и кривого молодка если так разобраться опять же ценителем вот какой-то вот этой вот японской какой-то тематике но у меня даже бюджетные варианты они вот аплодируют реально аплодируют немецкими аплодисментами всем этим японским вариантом так что тут уже выбор за вами то есть вам смотреть я не навязываю никогда вы меня взяли хорошо не взяли тоже хорошо не делать дальше не надо меньше делал так что все здорово вот по этому поводу да по заточки по заточки если вдруг у кого-то там бритву обрекли как в нерабочую то что там кто-то сказал что она у них там не затачивается и крошится присылайте ко мне у меня все бритвы затачиваются меня никакие не крошится а если я не хочу точить что-то не хочу то у меня все крошутся и все не затачиваются даже самый сырой стали даже из консервной банки блин у меня будет крошиться и не затачиваться если я не захочу как точить понимаете да вот поэтому присылайте ко мне то есть если людям не нужна работа потому что она сделана мною я не просто не хотят на и заработать заточить то присылайте ко мне отлично заточу без проблем я не отнимаю сейчас хлеб у заточников просто ли сами от него отказываются я не навязываюсь потому что мне вот эта точка она просто мешает она мне не нужна но если уж вариант не вариант то пожалуйста без проблем вот тем более вот сколько людей у меня уже взяли бритвы в первый раз в руки взяли бритву первый раз на бросовых камнях там самых каких-то бросовых камнях взялись заточить первый раз и у них все идеально затачивается хотя эти бритвы не затачивались лучших лучших из лучших мне кажется должно быть стыдно таким мастерам что после них просто вот человек берет в первый раз жизни пробовать таскать по камням и у него все идеально выходит я бы постыдился но это ушла на эту я понимаю когда не хочется точить когда он бесит когда значит я мешаюсь кого-то конкурент может какой-то кому-то но это вообще-то здорово молодцы дизлайк дизлайк на видео сразу я люблю дизлайк есть дизлайк поставили значит я что-то сделал правильно вот они меня не расстраивают поэтому мы как по барабану там что сказали там что поставили вот все мне интересно общаться с моими подписчиками постоянными с теми которые там не смотрят там кто что то есть ценит людей по их делам вот так вот такие вот подписчики у меня на канале которые оставляют комментарии и вот мы с ними общаемся и у нас как бы одно общий один общий интерес и нам интересно обсуждать и вообще то есть общаться просто даже общаться ну все как бы так вот я вам особо сейчас ничего тут рассказать не могу показать особо тоже потому что ну работаю принципе с холодком но плавно равномерно двигаюсь вперед и вот ближайшие свои планы задумки вот вам пожалуйста рассказал показал естественно мне кажется хочется сделать несколько хотя бы каких-то вариантов таких прям вот вычурных таких прям вот коллекционных у меня были такие варианты их они просто разошлись как незаметно бам-бам нету ляжу ни одного хочется но для этого нужно чтобы в штырило а чтобы это произошло но я не знаю что нужно чтобы произошло не знаю какая-то радость жизненная такая вот она как-то я просто замечал она заряжает а потом вот этот заряженность она работает до тех пор пока ты не сделаешь что-то такое особенное вот ну вот в общем ладно я вроде так все показал все рассказал да давайте так на этом остановимся и до следующих встреч я уже вам конечно не скоро скоро не обещаю но покажу уже в следующем обзоре увидимся когда будем разглядывать что получилось что не получилось вот из этих новых вот таких вот моделек с дамасской стали вот тоже думаю где-то может протравить полностью может где-то оставить это полотно саму не протравленное вариант много там вообще много чего куда можно отрулить поэтому все по ходу разберемся а на этом думаю все ладно пока увидимся до новых встреч